Здравствуйте! Опаздывающих ждать не будем. Тема сегодняшней лекции – общественной экономической информации. Предыдущая лекция «Социальное бытие и социальное сознание» установила определенную связь, или, можно сказать, взаимосвязь общественного бытия и общественного сознания. Мы выяснили, что общественное бытие – это общественное производство, производство материальных благ. Разобрались, что есть производство. И выяснили, что общественное сознание – это не только сознание живущих, но и все то, что является результатом работы человеческого духа, а именно искусство, наука, культура – все вот это является относящимся к сфере общественного сознания. На прошлом занятии мы говорили о том, что определяющим является общественное бытие. Из этого не следует, что общественное сознание не влияет на общественное бытие. Общественное сознание вырабатывает цели, общественное сознание ставит задачи, цель проявлять себя в том, что к ней стремятся, то есть руководствуются этой целью своей практической деятельности, в том числе и производственной деятельности, то есть рассматривать определяющую роль общественного бытия по отношению к общественному сознанию только в том плане, что общественное бытие он прямо все задает в общественном сознании. Это неверно. Общественное сознание тоже влияет. Более того, если взять развитие философии, то первый материализм, который был, который сводился к тому, что материя первична, сознание вторична, он назывался созерцательным таким материализмом. Вот есть материя, а сознание отводилось в пассивную роль. И поэтому деятельную сторону преобразующего начало человеческого выражал идеализм, в том числе и гегелевский идеализм. И вот только вместе с Марксом и Энгельсом, вместе с их теорией диалектического материализма, которые не выбросили диалектику, которая у гегеля была в диалектической форме, а истолковали ее материалистически, появился диалектический материализм. Ну и этот шаг, можно сказать, как бы довольно органичный. Обычно следующие философы берут предыдущие накопления, добытые уже предыдущими предшественниками знания и создают новую некую теорию. Поэтому диалектический материализм является естественным развитием, с одной стороны, диалектики, которую разработал Гегель, и с другой стороны, материализма, который выработал Фейербах. Фейербах не первый материалист, но вот его наиболее яркое выступление и позднее, и очень серьезное в книге «Сущность христианства», который показал, что все, что мы представляем как некий особый мир, это итог наших представлений, отражение того, что есть в нашем мире земном. И религия – это есть фантастическое отражение нашего земного мира. Поэтому можно сказать, что вот если бы мы взяли то, что сделали Маркс и Энгельс в плане соединения материализма и диалектики, это было бы выдающееся дело, синтетическое. Иногда все время говорят, когда говорят об исследованиях, мы анализировали, анализировали, анализировали. Анализ – это что такое? Это разложение на элементы. Ну а кто-то будет вообще собирать то, что вот разобрали на эти элементы, на кусочки, на части и прочее, на моменты. Вот такую собирательную роль выполнили Маркс и Энгельс. И в этом смысле они как бы продолжили ту же самую линию, с одной стороны Фейербаха, но обогатили Фейербаха диалектикой, разработанной Гегелем. И можно сказать, что они продолжили линию Гегеля, придав его же произведению науку-логики диалектических характеров, материалистических характеров. И что касается Ленина, он прямо говорит, что надо вот изучать материалистически истолкованную диалектику Гегеля. Или Энгельс писал, что вот единственный компендиум диалектики имеется в науке-логике Гегеля. И по нему нужно ее изучать. А вот тот шаг, который сделали Маркс и Энгельс в плане открытия исторического материализма, вот до этого ни Гегель не дошел, ни Фейербах не дошел, и все попытки Гегеля применить свою диалектику к истории оказались неудачными. Есть такое произведение лекции по философии и истории у Гегеля. И он пытается изобразить всемирную историю как проявление этой абсолютной идеи. Она проявляет себя и в войнах, и в революциях, в той страшной борьбе, которая идет в коллизиях исторических. И в общем получилось, что она носит искусственный характер. То есть ничего не объясняет эта теория. С другой стороны, попытки Гегеля объяснить право с диалектических позиций, если они напрямую берутся и применяются к праву, они тоже ему ничего не дали. Есть у Гегеля работа такая «Философия права». И философия права в результате применения философии диалектики, которую пытался Гегель применить напрямую, прямо к праву, привела только к тому, к оправданию прусского монархического государства. Вот что получилось у Гегеля. Да, Гегель – создатель вообще системы диалектики. Это выдающийся, гениальный, можно сказать, мыслитель. То есть то, что сделали Маркс и Энгельс, то есть они открыли исторический материализм, который состоит как раз в том, чтобы определяющим во всей человеческой истории является общественное бытие. И мы в прошлый раз с вами разбирались, что такое общественное бытие. Общественное бытие – это производство непосредственной жизни, а в производстве непосредственной жизни надо различать производство людей, как людей. Людей надо рождать и воспитывать. Без этого человечество не может сохраниться, никакой человеческой истории не может быть. И несмотря на науку, искусство, культуру, литературу, об этом не приходится забывать. Это раз. И второе – на первое место вскоре вышло производство средств к жизни, потому что производство средств к жизни стало основным. А производство людей, в том числе и связанных с этим, кровно-родственные отношения, отошли на второй план. Отошли на второй план. Но не пропали. Ну, во-первых, вы знаете, что вплоть до 20 века все монархии, власть передавали по наследству, по родственным отношениям. Правильно? Если у вас папа король, то вы сейчас принцесса. А если папа не король, то вы не принцесса. А если вот вы умные и хорошие, но папа у вас не король? Благородные, благородные, вот, должно быть. То есть только из... Поэтому, чтобы не было вырождения, искали себе невест, будущие короли или будущие цари в других государствах. И поэтому, если вы возьмете, например, генеалогию русских царей, там эти русские еще были цари очень давно, при Питере. А дальше, поскольку все время, так сказать, женились на немках или... или так близких, так сказать, к немецким фамилиям и знатным родам, ну вот, получалось, что, собственно, царская была самая наименее русская. И наоборот, могут быть такие, как Ельцин или Горбачев, которые взяли и уничтожили свою страну. Они вот вроде как и русские, а сделали то, что они могли сделать внешние силы. Потому что извне Советский Союз вообще невозможно было уничтожить. Даже об этом думать нечего было. После Второй мировой войны, после Итого Второй мировой войны. Ну а сейчас, как обстоит дело с кровно-родственными отношениями? Они влияют вообще на развитие? Они очень сильно влияют на общественное бытие, на производство материальных благ. А именно, как передается экономическая власть в современной России, вот сейчас в России. Вот умрет миллиардер. Чьи собственности будут эти самые миллиарды долларов? Кому завещает? А? Кому завещает? Кому завещает? А если не завещает, то не существует порядок наследственный какой? Есть наследники первой очереди. Кто такие? Супруг, супруга и дети. Если таковых не нашлось, как-то так умудрился он, товарищ, обойтись уже. Уже они умерли, или не стало их, или куда-то делились. Тогда наследники второй линии уже берутся. Другие родственники. И пока там, пока дойдет до дальних родственников. Правила не доходят. Но для того, чтобы жене не передавать, существует сейчас средство какое? Очень хорошее какое? Брачный договор. А? Брачный договор. Дескать, я тебя очень люблю. Давай договоримся, если что, вдруг мы с тобой поссоримся, тебе вот комната, а мне зовут. Как-то мы ехали в поезде в заседание Российского комитета рабочих и так и разговорились по поводу того, что, так сказать, вот некоторые стремятся выйти за богатых. И вот там, слушал этот разговор, женщина довольно молодая, сверху, со второй полки, говорит, я бы хотел выйти за богатого. А с нами ехал, председатель правкома хлебозавода, сестра Рецкого, французов, говорит, так, конечно, вы бы вышли, но он бы через пять лет бы нашел все более молодую, и на этом все закончилось. Все важно. Зачем ему дальше с вами жить? и все. И как-то она поняла, что он прав. Поэтому, с одной стороны, на кронородственное отношение очень сильно влияет. Вот эти, даже переделали право, теперь, пожалуйста, заключайте брачный договор. или мы другое наблюдаем развитие браков гражданских. Так, я скажу, у нас было определение такое, тоже вполне материалистическое, что считать гражданским браком, как доказать, что мы состояли в браке с этой женщиной. Что нужно? Надо предъявить доказательство, что мы вели хозяйство, общее хозяйство. материальное производство. Чистили картошку, жарили ее, кашу варили. Вот если это доказано будет, значит, мы муж и жена. Не с позиции каких-то других, а с позиции сугубо материалистических. И все было в этом смысле точно. Если вдруг вставал какой-то вопрос, вдруг встал вопрос какой-то связанный, внезапно кто-то умер, а нет документов о том, что это жена или муж и так далее, это решалось через суд очень даже просто. Если есть доказательство, что вели общее хозяйство, то есть даже и здесь в праве так было. Сейчас новые хозяева жизни предусмотрели на всякий случай заключим брачный договор. И тем самым там уже никакого пополам, которое существует сейчас в обычном браке, деления имущества пополам, там уже нет. поэтому поэтому а кого это затрагивает сейчас? А вот затрагивает всю сферу собственности экономической и всю сферу производства. То есть кто будет управлять вообще, кто будет командовать экономикой по какому принципу? По принципу таланта, организаторского, знаний, подготовки экономической. Кто станет собственником после моей смерти, если я миллиардер? Кто-кто? Сын мой? А вы кто такой? У вас деньги сколько? Несколько? Значит, вы неуспешны. Неуспешны. Лузер? Так это вот. Хотя меня некоторые спрашивают, а чего если такой умный? Почему я такой бедный? Я очень просто ответил, что я не жулик. Я знаю, как эти деньги получаются. Ни одно это, ни одно большое состояние не получено за счет каких-то талантов организаторских, инженерных достижений. Да? Нет, но. Существовал Форд какой-нибудь есть, который был изобретателем, передовиком, зарплату повышал, порядок на производство наводил, все время научно-технические новшества и так далее. Поэтому, если кто думает, что кровно-родственные отношения, так сказать, пропали, исчезли, не влияют, они влияют. На это мы, собственно, и закончили в прошлый раз, что они влияют на, собственно, передачу богатства, а это влияет на то, кто управляет экономикой в конечном итоге, на высшее управление. А вот дальше они уже, если какой-то дурак имеет миллиард, то он, соответственно, будучи дураком, набирает соответствующую команду. и он решает верховное последнее слово за ним, за этим человеком, который ничего не понимает в экономике, который готов там прокутить и стратить все. И поэтому, скажем, на Западе давно уже, где буржуазия более опытная по сравнению с нашей, новоявленной уже, которая наша, ведь постсоветская буржуазия, это у нас не та буржуазия, которая была после феодализма. После феодализма у нас тоже были очень из крупных организаторов производства вышедшие капиталисты. Там налог на наследство 90%. Вот тебе 10% можешь промотать, а остальное уходит государству. И поэтому государство там богатеет. У нас нет налога на наследство. Вот и все. Вот, так что это вот влияние, воздействие и в одну сторону и в другую. Есть и в самом, можно сказать, в самом общественном бытии. Но решающую роль, конечно, сейчас играет производство материальных благ. При этом, при всем. И даже производство уже организовано так, что, в общем-то, от собственников они, собственно говоря, производства, строго говоря, общественного, нынешнего, не нужны. То есть он может все решать, все решить, но он предпочитает, что сделать, нанять управленцев. Так? Сколько вам нужно в месяц, чтобы моим хозяйством управлять? двадцать тысяч долларов? Сколько? Двадцать тысяч. Сколько? Двадцать тысяч долларов. Не беру. Мелкота какая-то мне такие, серьезные люди даже разговаривать не хочется. Ну, есть солидные тут люди, которые себя-то знают. Я вам и старую сказку расскажу, как берет один, нанимает работника. Он говорит, пьешь? Пью. Сколько? Не знаю. Хорошо. Второе? Второго спрашивает. Пьешь? Пью. Сколько можешь выпить? Ведро? Беру. Что ты берешь там? Ведро. Так он меру знает. А этот меры не знает. Таковы меры? Ну, что за меры такие? Двести тысяч. Двести тысяч рядовые меры получат. Я вас миллиардами управлять хотел поставить. Разве можно такого человека ставить несерьезного? Таковы какие у вас запросы? Вообще запросов нет. Так, товарищ красной куртой, хочу поставить вас управляющим всей моей долларовой империей. У меня 17 миллиардов долларов. Считайте, что я Лисин. Владимир. У меня и заводы, в Новолипецкий металлургический комбинат, в Порту у меня ряд компаний, на Черном море компаний сгали. Вот управляющим будете? Будем. За какую сумму? Месяц? А зависит от условий договора, но... Как я решу, такое и будет. Что-то интересно. В условии договора ничего не зависит. Вы скажите, сколько вам надо. Ну, тысяч пятьсот, я думаю, нормально. Нет, за тут нет никого. Женщины есть такие, которые как-то себя уважают? Нет? Есть? Вот, вы что, не могли бы управлять? Ну, посмотрите, ну, что это, 200 тысяч, беднота. 500 тысяч. Ну, что 500 тысяч? так мало? Конечно, мало. Что это за деньги? В Центробанке цены управления 2,7 миллиона получают. В Центробанке, который ничего не делает в экономике, ничего не делает. Ой, не просите, а в Сбербанке. Вот, старушек собирает эти деньги и дает еще в кредит. И еще набирает. Больше ничего не делает. А что он делает? 24 миллиона, я вам же говорил, 24 миллиона члены правления Роснефти. Но? Газпро. Почему в год? Какая-то вот, что за люди тут собрались? Я не знаю. Какая-то мелкота, беднота, несета вроде меня. Ну, по сравнению с этой публикой профессора вообще никто так уж не знает. Да? Ну, что там у него? Ну, я знаю, какая основатель величина. Так, Газпром, 15 миллионов в месяц. Бедняки, РЖД, 5 миллионов. Это члены правления. Кто руководитель? Я не знаю просто. Думаю, что раза в два больше всякого, чем члены правления. Правда, вы знаете? Неужели серьезный руководитель не поставит? Сам назначает. Вот, например, почта, руководитель нашей. Он себе 60 миллионов только одну премию написал за прошлый год. Начали там чего-то гундеть насчет него. Говорит, а что вы? Я действую как государственное предприятие. Предприятие государства у нас плавает в стихийном рыночном море. Мы совершенно самостоятельные. Я самостоятельно себе установил. Какие претензии? И они так погундели, погундели и отстали от него. 60 миллионов премию, а вы там вот 500 месяцев. Так что, там задний ряд. Вы почему задний? Потому что вы богатые или бедные совсем? Так хоть хотели бы быть богатые, а не хотели. Не нужны деньги нам, нам знания нужны. Я понял. Вы конфликтологи, хотите конфликты разбирать, какие есть. Ладно. Ну вот там, скажем, назначают 50 миллионов в месяц управляющим. Ну, условие одно. Вот вы подумайте еще над моим предложением. Условие одно. Я уезжаю, ну где, не здесь же я буду в этом климате тут сидеть. При 17 миллиардов долларов я буду вот тут смотреть, будет солнце, не будет солнца. У меня солнце все время будет. И море у меня все время будет, и дворец у меня будет. хорошее. Неужели я буду с этим, с пальмовым маслом что-то есть? Наверное, мне там приготовят натуральное все. И вот мне нужно раз в неделю, чтобы мне сообщали финансовые результаты за неделю. Как только упадет прибыль, так и уволен тот, который получал 50 миллионов. Не упадет, вы работаете. А мне что нужно? Только смотреть электронную почту раз в неделю. Все. Вот вся моя работа. Правильно? И твердо так, и уровень держать планку, ну то есть норма прибыли, чтобы не падала. И вам хорошо, самостоятельность, ничем не ограничивая в решениях. Все, генеральный директор должен все решать. Генерального директора ищу топ-миниджера, чтобы он топнул и все сделали. А я топнул, чтобы он все сделал. А дальше мое дело отдыхать. Зачем нужны сейчас собственники для производства? Это раньше, я в руках держал богатство. Сейчас богатство в руках, это не удержит. Все равно, хоть какие бы ни были руки. Поэтому мы находимся на таком этапе развития, когда это преодолено. То есть они, вообще говоря, не нужны для ведения хозяйства. Но вот пока держат в руках. И так просто отнять это, как вы понимаете, начнут тебя отнимать миллионы, это вот у него 500 тысяч начнешь отнимать, он еще и его нету, а уже мечту сейчас отнимем, уже будет настраиваться, скажет, вот только что хотел получить 500, но не дали. Уже я плохой, я так понимаю, правда? Тут уже пообещал почти уже начиналось расстаться. Ну, это вот экономическая сторона дела. А общественное сознание это влияет на все? То есть Маркс и Эндис доказали не то, что вот одной причиной является того, что есть в сознании, является материальное производство. Нет, тут есть взаимовлияние, взаимодействие. Но в этом взаимодействии надо искать всегда определяющую сторону. Если мы во взаимодействии не можем найти определяющую сторону, мы не исследовали, не изучили как надо процесс. Так вот, определяющей стороной во взаимодействии производства и сознания и из тех институтов, которые связаны с сознанием, то есть юридической надстройки, политической надстройки, все это, все это потому и называется надстройкой, что оно над, оно все базируется на экономическом, на экономике, а поэтому эта экономика называется базисом. Теперь вы можете найти в литературе экономической, хорошей и очень мало, в экономической литературе такое утверждение, что базис это производственное отношение. Это вроде бы как бы и правильно. С одной стороны, что производственные отношения это вот самые важные отношения, но производственные отношения, они тогда мертвыми берутся, потому что производственные отношения, которые не изменяются, они не берутся в своем движении. А если мы хотим их взять в движении, то производственные отношения должны быть взяты в единстве с производительными силами. Как назвать производственные отношения, взятые в единстве с производительными силами? А производительные силы, мы уже с вами изучали, это главная производительная сила, рабочая, трудящаяся и средства производства Так вот, производственные отношения взяты в единстве с производительными силами А раз в единстве с производительными силами всякие изменения в производительных силах отражаются, влияют и воздействуют на производственные отношения Или требуют их изменения, то есть они вступают тогда в противоречие с теми производственными отношениями, которые есть И уже люди должны так или иначе это противоречие разрешать и производственные отношения изменять Причем это могут быть или люди, которые командуют производством, или наоборот Другой класс, который видит, что этот класс так и не выполняет этих требований, и поэтому он приходит к власти путем революции Пока мы наблюдаем, что рабовладельцы сами от власти не ушли, их прогнали Прогнали их варвары, но это, так сказать, как бы негативная часть их деятельности А создались отношения, в которых уже не рабовладельцы были правящим классом в экономике, прежде всего, господствующим классом, а феодалы, помещики Помещики сами тоже никак не уходили от власти Хотя некоторые помещики, я имею ввиду декабристов, осознали, что наступило время, когда нужны производственные отношения Эти производственные отношения должны быть основаны на свободном труде, а не на труде зависимом Иначе производительные силы развиваться не будут, история тормозится История России тормозилась, и это люди поняли, какие выдающиеся представители правящего дворянского класса России Их беспощадно подавили в восстании Основная масса, не выдающаяся и не прогрессивная часть этого класса, а как раз реакционная Подавили и сколько лет прошло до 1861 года? С 25-го? 50? 6 лет, да? Нет, 46 лет 36 лет 35 с половиной Да, меньше чем 36 лет, 35 с половиной лет И через 35 лет, то за что повесили декабристов и угнали их на каторгу от тех, кого не повесили И это царь своим указом и сделал, то есть сам класс и сделал Так бывает в истории все время Вот вы откроете что-нибудь новое, хорошее Вместо того, чтобы вас похвалить Вы будете потерпите какое-нибудь поражение С вами будут воевать А потом то, что вы предлагали, и примут Но уже другие люди это все делают А вы как бы тут и ни при чем Так все время бывает В борьбе идей, общественных конфликтов Бывает, эти конфликты так разрешаются Что в итоге плоды разрешения конфликта Достаются не тем, кто занимал прогрессивные позиции А таким, которые вот всплыли потом из задних рядов Пришли Буржуазия тоже не хотела уходить от власти Вместо того, чтобы, так сказать Понять, что она уже паралитическая И что для им монополистического капитала Уже эти собственники-то не нужны Потому что производство стало носить общественный характер Она цеплялась и без великой революции И это невозможно было освободиться от этого Которое отмечается в этом году И при том, что взаимодействует между собой И производственные отношения Единственные с производительными силами И политическая настройка Решающая роль Сновополагающая роль Определяющая роль За вот этим экономическим базисом Который берется в единстве с производительными силами И тогда это называется способ производства Способ производства Вот Таким образом Маркс Энгельс разработали Категорию общественно-экономической формации Которая Представляет собой единство Экономического базиса И Правовой, политической, идеологической настройки А сам базис Это производственные отношения Взятые в единстве с производительными силами И вот мы с вами говорили Что есть силы прогрессивные Есть реакционные Могут отдельные лица Принадлежащие к реакционному классу Действовать в интересах другого класса То есть Тут не может быть так Все упрощено До механического понимания Но при этом Есть фактор Который все время действует В позитивном направлении Какой? Производительные силы Постоянно развиваются И вот история говорит нам теперь Что производительные силы Развиваются 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 И раз И на место одной Формации Скажем Первобытно-общинной Первобытно-общинного коммунизма Появилась формация Рабовладельческая Причем Если в первобытно-общинном коммунизме Государства не было Не было вообще То Уже когда Состоялся переход К рабовладельческому строю Без государства Этот строй Удержаться Не мог В чем функция государства Что нужно делать Защищать Рабство Защищать тот способ Производства Который создан А что значит защищать рабство Значит Ловить беглых рабов Возвращать Хозяевам Вот И утверждать Соответствующие Юридические нормы Которые должны состоять в том Что Раб Это не Человек Это говорящие орудия Его можно убивать Вот если бы я был Ваш раб А вам бы не понравилось Мое выступление Вы могли бы тут Сразу меня и убить И все И нет никаких проблем А сейчас целая проблема Что делать с этими преподавателями А также со студентами Тоже Если мне не понравилось Как вы выступили Раз и все Тут надо объяснять Доказывать Тронуть ведь нельзя Студенту Сейчас Прогресс Если человечество совершилось Еще в Англии Там линейками били Совсем недавно Учащихся У нас давно Не бьет ли никого Линейками Как это так У нас У нас Хорошо В России У нас цивилизация Прогресс Далее Без силы Могло Феодализм Мог без Применения силы Удержаться Когда вам Огромное большинство Работает А меньшинство За счет этого Живет В роскоши Феодалы Помещики Они на балах И живут В дворцах А другие Живут в избушках И Работают С утра до вечера И на барщине Для того Чтобы прокормиться То есть Нужно Применение силы Значит Нужно Соответствующую Организацию иметь Которую Будет подавлять Что будет подавлять Выступление Возможное Выступление Крестьян А если На иностранный язык Подавлять Слово Перевести То что будет Тупресс Это давить А подавлять Тупресс Правильно Поэтому Как вот Рабовладельцы Репрессировали Своих противников Как они поступили Со Спартаком Но осталась Только память О нем И команда Сейчас остается И футбольная И хоккейная Может быть Футбольная Есть Спартак Хорошая В честь Спартака Ну а что Сделали Со Спартаком Ясно что Подавили Это восстание То есть Мировладельческое Государство Орудие Силы В интересах Господствующего Класса Подавило Восстание Рабов И любые Выступления Рабов Подавляло Самым Беспощадным Образом Ну если Вы знаете Как поступали Цари С крестьянскими Восстаниями Вы знаете Что все Имеющиеся Восстания И Пугачева И Степана Арандина И Кондрата Булавина И другие Тоже подавлялись Самым жестоким Образом И на казнь Доставлял Емельку Пугачева Самый Выдающийся Полководец Всех времен Суворов Суворов Репрессировало Своих Противников Репрессировало Репрессировало Ну а Буржуазное Государство Что мы знаем Про То как Становилось Буржуазное Государство И что оно Делало В борьбе Против Врагов Буржуазной Революции Когда Гильотина Появилась Дескать Без гильотины Без специального Без специальной машины Для отрубания голов Очень долго будет Делать то Что делали Буржуазные Революционеры Беспощадно Расправляясь С противниками Буржуазной Революции С феодалами И их сторонниками Так У нас в России Не было Этого гильотина У нас просто Вот на войну Гнали Временное правительство Гнало на войну Крестьян А если они Будут убегать Оттуда То вот Временное правительство Провело С легкой руки Керенского Приказ На то Чтобы расстреливать Тех Кто Смертная казнь Применять Для тех Кто убегает С фронта То есть Или вы Там вам убьют Нас спас На фронте А убежите Тут вас убьют Идите Может там вас Не убьют А здесь Точно убьют Где-то свое Государство Российское Здесь Если вы убежите Оттуда Вы пойдете Вернетесь К семье Вас убьют Это временное правительство Демократическое Это Считалось Что соцпартии Создали Такой комитет По делам Буржуазии Которым является Правительство Ну и В этом плане Исключением Конечно Не может быть И советское Правительство Советское Правительство Тоже Подавляло Своих Противников Ленин Прямо Говорил Что мы Не хотим Быть Таким Правительством Которому Десяток Офицеров Может Дать По шапке И Не будем Таким Правительством Поэтому Когда Некоторые Начинают Противники Советского Устроя Стонать По этому Поводу Ну Как-то Давайте Стонать За все Классы Которые Подавлялись Как-то Если Стонать Так Стонать Такой Ищемерный Стон Подавляли Первобытно Общинных Коммунистов Потом Подавляли Рабовладельцев Феодалы Рабовладельцы Рабов Феодалы Крестьян Буржуазия Подавляла Вообще Всех Своих Противников Которые Посягали На Основы Строя А Какие Основы Очень Простые Основы У кого Есть Средства Производства Кто Не Свободен От Средств Производства Те Получают Прибавочную Стоимость Или Прибавочный Продук А Кто Свободен От Всего Ему Деваться Некуда Походите Походите Придете К тем У кого Есть Средств Производства И Продадите Свою Рабочую Силу Продадите Ее По Стоимости Это В лучшем Случай По Стоимости А Цена Рабочей Силы Это Зарплата А Какой Будет Продукт Сверх Того Что Эквивалентно Вашей Зарплате Это Вас Не Касается Это Коммерческая Тайна Нам Тоже Тяжело Знаете Как трудно Собственность Сохранить О Сколько На эту Собственность Хочет Напасть Надо И охрану Иметь Соответствующую Потом Вот Сейчас Вот Например Как трудно Зам Председателя У нас Центробанка Один Сейчас Решает Как ему Освободиться Быстро От собственности На Земельные Участки В Мексике Вот Как-то У него Такая Проблема Возникла Что-то Решили Что там Не очень Здорово Когда У чиновника Вот Если бы он Был Не чиновником А простым Простым Капиталистом Скажем Простым Миллиардером То Нет вопросов А он Зам Председателя Центробанка Это не очень Хорошо Что у него Там Собственность За границей Вот Он Решает Эту Проблем А у У нас Нет Таких Проблем Нам Хорошо А им Тяжело Вот Поэтому Государство Как политическая Настройка Оно Вырастает Из базиса Непременно Потому что Оно Для охраны Существует Господствующего Класса Для Осуществления Его Интересов И поэтому Вот Эта Картина Экономический Базис Политическая Настройка Это Картина Общественной Экономической Формации Всего Мы знаем Вся Пять Общественной Экономических Формаций Первая Первобытная Общинная Коммунистическая Вторая Формация А? Можно Можно Вторая Рабовладимическая Третья Пеодальная Четвертая Буржуазная И пятая Коммунистическая А скажем Иногда люди Говорят Про социализм Не представляет С собой Никакой Отдельной Формации Это Что Такое Это Неразвитый Неполный Незрелый Неспелый Коммунизм С родимыми Пятнами Капитализма Это Разъяснено У Маркса В Критике Годской Программы И у Ленина В государстве Революции Поэтому Ни о каком Отдельном Способе Производства Социалистическом Речи Нету Нет такого Способа Производства Есть Коммунистический Способ Производства И на сегодняшний день Коммунистический Способ Производства Имеется Только В Северной Корее А Скажем Все соц. Страны Другие И Китай И Вьетнам И Куба И Лаос Все они Находятся В переходном Периоде От капитализма К коммунизму И поэтому О них Можно говорить Только Как Странах В которых Власть Установлена Диктатору А в экономике Разные уклады Есть и буржуазные уклады Коммунистические уклады Кто кого Когда Люди спрашивают А чем кончится А чем кончится Если у нас Кто кого Идет борьба Не знаю Чем кончится Я думаю Что вот Я умею вас побить А вы думаете Что вы меня Субери побить И мы выходим На борьбу Как можно Заранее знать Результат борьбы Идет борьба Вот так обстоит Дело В современном мире Как узнать В какой формации Находится Та или иная Страна Вот Ну во первых Надо узнать Какой у нее Экономический базис Правда То есть Узнать Какие производственные отношения И какие производительные силы Производительные силы Могут быть И с одними Производственными отношениями И с другими Например В СССР и США Были примерно Одни Одинаковые Производительные силы Примерно В каком смысле Ну Русские рабочие Были более развитые Чем американские Безусловно Более образованные И С этим было связано На том Что при меньшем Объеме промышленного Производства Советский Союз Запустил Первым в космос Спутник И человека И первым разработал Ядерную Термоядерную Бомбу Хотя Атомную Бомбу Раньше Создали В США Поэтому А вот По части Производительности Труда Советский Союз Еще отставал Но Средства Производства Однотипные Были В принципе То есть При них Может существовать И капитализм И Коммунизм В первую Фазу Потому что Коммунизм В высшей фазе С такими Средствами Производства Не может Появиться Почему Потому что Для того Чтобы был Коммунизм В высшей фазе Надо Чтобы рабочее Время Было меньше Чем свободное А зачем А потому что Под высшей фазой Коммунизма Понимается Такой коммунизм Когда классы Уничтожены Социальное Неравенство Уничтожено А если я Все время Езжу на трамвае А вы Читаете книги У нас Неравенство Связано Как между людьми Физическими И людьми Умственно Труда А если вы Работаете Четыре часа Заняты Умственно Трудом А потом Гоняете Футбол А я Четыре часа Езжу На трамвае А потом Я Занимаюсь Наукой Я ученый А вы Футболист Мы уже Не отличаемся Как классы Правда То есть Как только Будет Свободное Время Главным Вот вы Сейчас Находитесь В таком Периоде В своей жизни Когда у вас Свободное Время Это основное Основное Ваше Время Во всей Вашей Жизни Сейчас Это Свободное Время Почему? По определению Свободного Времени Кто скажет Что такое Свободное Время Я В свободное Время Сплю И вот Я сплю Видите Я на кушетке Сплю А вы Смотрите На меня И вот Видно Человек Свободное Свободное Время Время Что Это Свободного Спать Это Необходимо Для восстановления Сил Что До Такого Свободного Или Вам Когда Меня Утром Давит В метро Вот Я Иду Да Вот Вот Это Не В понедельник Бывает В понедельник Это Я Поздно Приезжаю Это Вы Рано Приезжаете А Вот В среду Я К первой Паре Это Свободное Время Вашим Время Это Вы Всерьез Что Считаете Свободное Время Нет Когда Меня Смотрят А Серьезно Вы Когда Стираете Белье Приходится Вам Хотя Даже С помощью Стиральной Машины Это Именно Свободное Когда Вы Закладываете Когда Вы Подметаете Картошку Когда Чистите Я считаю Что Когда Мой Посудок Для Свободное Время Мы Сейчас Обсуждаем Мы Сейчас Обсуждаем Не то Что Вы Любите А Мы Сейчас Обсуждаем Что Является Свободным Временем По Определению Категории Свободного Времени Свободное Время Это То Время Когда Я Делаю То Что Я Хочу А Вот Если Свободное Время Для Вас То Что Я Хочу Это Называется Произвол Вот Я Хочу Вы Прыгнуть Вот Здесь Пожалуйста Прыгайте Еще Не Запрещено Запрещено Прыгать С 15 Этажа В Россию Чем Не 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 Запрещено Я Просто Не Советую Не Я Не Советую Причем Вы Первые 14 Этажей Можете Еще По Телефону Звонить Пока Полет Проходит Нормально Но Дальше Вот Дальше Уже Так Не Получится То Есть Надо Отличать Свободу И Произвол Если Я Делаю То Что Я Хочу А Вот Эти Пьяницы Пропойцы Они Разве Не Делают То Что Хотят Особенно Сильно Хотят Наркоманы Ужас Как Хотят Вот Они Самые Свободные У Нас Они Все Рем Делают Они Другого Не Могут Делать Они Делают Только То Что Хотят Очень Сильно Гегел В другой Работе Вам Может быть Не Известной Работы Разных Лет Он Директор Нюрнбергской Гимназии Говорит Что Приходится Детей Принуждать Почему Потому Что Иначе У них Не Будет Выработана Воля То Они Не Могут Протестовать Своим Желаниям Прихотям Я Уже Не Говорю О том Что То На Это Хочу А Все Люди Едят Наверное Вам Для Этого Дают Меню Чтобы Вы Выбрали То Что Хотите Но Выбирайте Только Знаете Что 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 Бо Вы Не Выбрали Это Несвободное Время Ничем В Это Время Не Отличаетесь Но Чем Вы Отличаетесь От Слона Тем Что Меньше Съедается Ну У Вас Еще Вилочки А Сейчас Меньше Отличается Были Металлические Давали Теперь Нарвят Все Пластмассовое Затем Какой-то Кривой Пластмассой Размешивать Надо Чай Ничего Такой Как будто Не Нормальная Металлическая Ложка Наверное Студенты Могут Зарезать Преподаватели Боятся Не давать Металлических Ножей Нам Вот Дают В В Академии Наук Мы Ходим Там Дают Металлические Ножи Манер Задать Вам Это Все Называется Свобода Для Студентов Так Что Это Не Свободное Это Вы Животные Это Функции Выполняете Вы Животные Мы Выясняли Что Мы Животные В Это Время Когда Мы С В 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 Во Притяг what В Вы Хотите Свободное Время Негативно Определить Негативно От Чего Свободны Вот Если От Вас Свободен Это Свободное Пактически Катарго Вот На Занятия Как Приду Вот один человек пришел Вот она первая пришла Еще даже робко так Говорит, а можно зайти? Видеть, никого нет, кроме него Это каторга, потом ждать Когда придут, остальные каторга Потом они начинают придуть Начинают с них выйти Точные каторги Но так нельзя А у меня сейчас свободное время Или рабочее, как вы считаете? Это кажется, что рабочее Кажется, что Надо знать определение свободного времени Я вам выдам это определение Я чувствую, что вы не знаете Но хотел деньги взять с вас Но сейчас все-таки студенты свои Конфлектологи Их платно дают Свободное время Это время для свободного развития Вам нравится такое определение? Если вы при этом Моете посуду и напиваете И хорошо Если вы при этом развиваетесь И думаете о чем-то хорошем Правильно? То есть механическую работу Вы выполняете И в это время развиваетесь А не деградируете Это может быть свободное время Если человек идет и думает Это может быть у него свободное время Если он идет И с точки А в точку Б И не думает Это не свободное время Если человек почитал часы И потом сидит часы И думает Обдумывает Что из этого следует Это свободное время И когда читал он Свободное время И когда он обдумывает Свободное время А вот если он только читает Это уже сомнительно Что это свободное время Потому что вы просто Потребляете знания Если я буду много-много-много-много-много читать Кто я буду? Полиглот я буду Что ученые будут? Нет Я могу читать Вот видите Библиотека у нас И пойду сюда Там пожалуйста Все для нас ворота открыты И читайте с утра до вечера И буду я библиографом Буду знать Где в какой книжке Что написано А думать не хотите? Вот меня встречает Алексей Алексеевич Никитин Когда я студентом был Что-то говорит Миша Ты плохо выглядишь Я говорю Почему? Да наверное Ты много читаешь Я говорю Что плохо? Ну конечно Ты разучишься думать Я так удивился И запомнил на всю жизнь Ну в самом деле Если вот не будет Разумной фокурции Почитал, а вдумал Да? Я поэтому говорю Вот если будете писать Свою работу Любую Не хотите книгу писать Я спрашивал Никто книгу не пишет Вот вон Посуду она любит мыть А книгу не пишет Вы бы вот Писали бы книгу А когда мыли бы посуду Обдумывали вторую главу А? Вот это было бы Вообще Не потеря времени Свободное время Было бы И сейчас бы на меня Не только смотрели Что я скажу Смотрели А как мне это использовать В своей Книге То что я вот услышал Если я что-то полезное скажу Чтобы это полезное Не просто вот Откладывалось в памяти Как будто у вас там мешок И вам этот мешок Набить Как говорят Что это вот Студент Это не сосуд Который надо Наполнить Это факел Который надо зажечь Так а вы вроде как Видите себя Как сосуд Ох хватит Хорош Наполнилось Свободное время Как время для свободного развития И вот если у меня Свободное время будет Больше чем рабочее То кто я Будет определяться Не тем что я делаю В рабочее время А делаю то что делаю В свободное время Правильно И мы с вами Во-первых Мы свободны От производительного труда Сейчас Вы свободны Потому что вы студенты А я свободен Потому что я преподаватель Мы свободны От производительного Нам мы хлеб Сало Мясо Яйца Зерно Хлеб Не создаем Ничего не делаем И в чем мы одеты Это не мы сделали Это я тоже Я не знаю Про вас может Вы делали Я это не я сделал Сигал 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 И часы мои Но это Петродворцовый завод Один из лучших заводов В мире Наших На уровне швейцарских Только дешевле И это не я сделал И это я не Вообще И ручки все И это вообще не мое И там не мое Все не мое Все не я Ничего я не сделал То есть Мы с вами Освобождены Сейчас На время Я на все время Освобожден Как бы пожизненно Ну вернее Пока не прогонятся Преподавание В этом смысле Если прогонятся Будут пенсионером Тоже освободен А вы временно освобождены У вас сейчас У вас временно Такое время Когда у вас Время для чего Вы обречены На свободное развитие А дальше уже Воспользуйтесь Или не воспользуйтесь Это уже ваше дело Вот сейчас у вас Вот сейчас У вас свободное время Или рабочее Мы чем сейчас Занимаемся с вами Моим развитием Или вашим Я-то своим развитием Тоже занимаюсь А? Свободное Свободное Конечно Надо это осознать То есть Другое дело Что свободное Чтобы развиваться Нужно прилагать Усилия И умственные В том числе И вам приходится Их прилагать То есть Понятно Даже если вы Спортом занимаетесь Что вам Не прилагать Надо усилия Чтобы пробежать Или не прилагать Усилия Для того Чтобы Стать Лучшей фигуристкой Мира Обязательное усилие То есть Всякое Или скажем Крупные ученые Артисты Писатели Композиторы Они не предлагают Усилия Для того Чтобы создать Произведение Не мучиться Мучение И свобода Они В противоположности Или Муки творчества Потому и называется Муки творчества Начнете Вот сами писать Сейчас посмотрите На меня Пусть я Мучаюсь Как вам лекцию Читать А вы смотрите Ну пусть он мучится А я послушаю И так хорошо Сидим Солнышко светит Правда Время идет Скоро лекция закончится Пойдем слушать другого И так будем сидеть И слушать А вообще-то Вам надо сидеть И писать Я вам уже намекал Говорил Насчет того У меня не хватает Таланта Преподавательского Сейчас бы пришли И сказали Вы такую книгу пишите Вы такую Вы такую Что такое Писать книгу Если я Возьму лист бумаги Название напишу Ваша фамилика Громкий скажите Вот пишу Худорцова И название Это считается Что я книгу пишу Вопрос Теоретически Развитие идет От целого К целому Или От части К целому Вот когда Насчет себя Представляете Что вы Из единой клетки Родились И лес Сначала нога Потом голова Или потом Хребет Ну как развитие идет Развитие идет Всегда От себя К себе Вот вы сейчас Развиваетесь Но это вы Не ясно Не становитесь же мной Вы Остаетесь собой Но более Развитые Идет движение И вы Движение идет От себя К себе Поэтому Если вы все Понимаете Как пишут книгу Если вы не понимаете Я вам объясняю У меня много книг Можете читать Значит Открываешь Вот пожалуйста Откройте Википедию Там вот перечислены Не все А те Которые я считал Необходимо Включить Википедию Вот И вы Открываете Пишите Это и есть целое Если вы не придумали Название О чем будет книга То Вот пока Не надо ничего Разбивать Какие-то главы Там параграфы Дребедень Что вы будете делать Про рыбу Про кошку Про землю Про конфликты Про что вы будете Представлять книгу А если конфликты То про какие Про острые Про слабые Про экономические Про политические Про наркотические Антинаркотические Какие Наркотические Два наркомана Конфликтуют Значит тоже конфликтуют У нас иногда говорят Криминальная Полиция Занимается Я встречаюсь Я говорю А что вы так Тебя называете И так все Про вас пишут Что вы криминальные А вы и сами Пишите Криминальная Вам еще Трудно было Антикриминальные Написать Криминальные Преступные Некогда Думать людям Как думать Когда думать Трясти надо А вы тоже Не пишите Книгу А что Вы сговорились Что ли Не А как Собирается Развиваться Сейчас бы Вот вы сидели И вот Не просто В память На ус мотают Думали Как мне Эта книга Использовать Правда Вот это все Мысли Какие Если есть Если есть Какие-то книги Если нет Никаких Ценных мыслей Тут Извините Я виноват А вот То что вы Книгу Не пишите Это вы Виноваты Я не сказал Что вам Запрещено Писать книги Наоборот Думаете Нас заведующий Кафедр Будет Ругать Александр Иванович Александр Иванович У нас Вот в нашей Группе Все пишут Книги Ну Так это Хорошо Как вы думаете Как отреагирует Александр Иванович Только Положительно Я его давно Знаю Хорошо Обязательно Хорошо Отреагирует Вы Задерживаетесь Со своей Книгой Ну и будете Вы писать Скажем Вот Закончите Вы Надо будет годика-два Писать Нормально будет Правда То есть Это все Вы издаете Это одно Другому Не мешает А помогает Когда человек Пишет Он все это Схватывает Совсем По-другому Вот вы Когда вы Ходите Обед Если вы Не складываете Вот Это Как вот Желудок Он Ваш Организм Впитывает Все Перерабатывает И вырабатывает Вас Вас А знания Надо Чтобы они Вырабатывали Ваше Творчество Вашу Книгу Правда Кто не хочет Большую книгу Пишите Маленькую Книгу Брошюру Не хотите Брошюру Пишите Статью Сразу Объясняю Есть Краткое Научное Сообщение 3-5 Страниц Если Если Сразу Есть Градации Если Напишите Не то Не сё Не возьмут Если Вы Напишите Пол Печатных Листа Это 12 Страниц Это Будет Такая Половинная Статья Идут Такие Статьи Их Берут Полномерная Статья Это 40 тысяч Знаков Это 24 Страницы Брошюра Это 6 Печатных Листов Таких Печатный Лист 24 Машинописных Страниц 5 Это Если Не то Не сё Литературно Художественный Журнал Берёт 2 Печатных Листа Научный Журнал Или Один Печатный Лист Или Книгу И Записку Создавайте А Если Вы Более 8 Печатных Листов Написали То 8 По 24 То Это Монография Ну А Дальше Уже Всё Начинаете Томами Уже Первый Том А собрание Сочинения Пока Ещё Вам Рано Писать Я Не Призываю Но Всё Не Всё Не За Горами Время То Идёт У Вас Время Идёт Не Только У Меня Время Идёт У Вас Идёт Вот Что Страшно То Что У Меня Идёт Эрунда А Вот У Вас Пропадает А Потом Будет Время Не Хватать А Потом Будут Семьи Дети Они Будут Кричать Вот Я Ночью К Детям Вставал Когда Спать Я Потом Научился Стоять Спать Едешь В автобусе Спишь Хорошо Так Думал Как Люди Спят Сидя И Никогда В жизни Не Спал Сидя Прекрасно Спал Ну А Если Вы До Этого Ничего Не Написали Потом Продолжать Тяжело Короче Говоря Мы Выяснили Что Свободное Время Это Время Для Свободного Развития И Эту Задачу Свободного Развития Каждый Ставит И Вот У Вас Есть Такое Сейчас Время Оно Быстро Закончится А При Полном Клонизме Не Закончится При Полном Клонизме Все Основное Время Будет Свободное Время Для Свободного Развития Никогда Не Кончается Как Как Вечные Студенты Красота Но Это Уже Вот Последняя Формация Вот Мы Все Собрались Перечислили Формации Теперь Как Их Делить Это Не Такая Простая Задача Как Узнать Сейчас Как Формация Когда Формация Уже Сложилась Есть Вот Так Как Мы Рисовали Способ Производства Над Нем Политический И Логический Настроек Если Скажем Она Феодальная Это Феодальный Базис Это Вся На Полях И Возвышается Соответствующая Настройка Какая Монархия Феодальная Правильно Это Очень Честный Способ Производства Вот Сейчас Все Когда Начинается Выбор Начинает Кричать Надо Честно Только Честно Избирать Тут Все Очень Честно Если Мы Двое Дворяне Здесь То Мы И Служим Мы И Командуем А Вы Крестьяне То Не надо Заморачиваться Насчет Власти Никакой Власти У вас Не будет Ваше Дело Что Делать Хвоста Хвосты Крутить Коровам Все А наше Дело Скоро Балы Начнутся Вот Пойдем Видите У меня Человек На первом Рыду Сидит Да Не случайно А вы Уже Третий Степенный Четвертостепенный И так Далее Это все Крестьяне То есть Одни Создают Необходимый Продукт Где Они Создают На Барщине Простите Привавочный Продукт На Барщине То есть Они на Меня Работают Все Расписано Вот Сейчас Вы Работаете На Меня Пришли На Барщине Три Дня Я Добрый Помечик Три Дня На Меня Четыре Сами С одной Добрый С другой С другой Я Не Такой Дурак Думаю Умрут У меня Эти Крестьяне Что Я Буду Делать Пусть Они Там За Четыре Дня Все Сделают По Дому Потом На Радостях Придут Хорошо Отдохнувшие После Сувя Труда Ко Мне И Поработают Три Дня А Если Они У меня Не будут Работать Три Дня Хорошо Я У них Землю Отрежу И Продам Эти Или Плетьми Буду Сечь Потому Что Сечь Некрасов Писал Такое Объявление Стихотворное Вчерашний День В Часов Шестом Зашел Я На Сенов Там Били Женщину Кнутом Крестьянку Молодую Сейчас Так Не пишут Объявление Но Смысл Тот Если Вам Не Хочется Руки Морать Ну Как Кто Будет Бить На Эту Женщину Зачем Есть Люба Есть Специальная Там Надо Просто Заказать Везут Ну И Приведут Спросим Ну Как Будем Завтра Работать Лучше Уже Да Если Завтра Это Не Поможет Еще Ведь Это Как На Процедуру Вводят В больницах Раз Это Не так Давно И Было Ну Че Там 1861 Году Только Отменили Какие-то Там Двек Вообще Ничто Правда Немного Там Все Мужинные Здания Вот Стоят Все В феодальное Время Построены Вот Они Красивые Которые Те В феодальное Время Наверное Заставляли Красиво Строить Сейчас Не Заставляют Красиво Строить Сейчас Строят Чтобы Деньги Получить Поэтому Красота Это Десятое Дело Смотрите Сейчас Настроили Вперед Капитализм Скажи Какое Построено Красивое Здание За Период Капитализма В Санкт-Петербурге Ну Такой Дворец Этот Круглый Приехали Построили Ну Тоже Ничего Особенно Сейчас Вот Кукурузу Построят В Лахте Высокая По крайней Мере Выше Всех Уже Высокая Отличается Ну Так Особенно Сейчас Уже Этой Высотой Никого Не удивишь В мире Вот Поэтому Значит Надо Во-первых Определить Какой Базис Вот Базис Экономический Означает Ли Это Что Значит Настройка Если Базис Капиталистический Если Уже В экономике Капитализм Значит Ли Это Что Это Формация Капиталистическая Не Значит Это Зависит От Какая Настройка А Что Значит Какая Настройка Какой Класс Господствующий Вот Пока Господствует Класс Один Вот По тому Типу Как Называется Класс Который Господствует Называется И формация Поэтому У нас Феодальная Формация Была В России До Какого Года Феодальная Формация А Ну До Какого Года И Месяца Ну Правильно До Феврала 17 Года У нас Была Феодальная Формация А Экономика У нас В конце 19 Века Какая Была Капиталистическая А после Того Как Освободили Крестьян Помещики Пропали Как Класс Нет Почему Они Стали Буквально Смысли Помещики Помещи По месту Места Их Земля Их Феодалы А Феод Это Единица Измерения Земли Феод Феодалы Они Остались Они Остались Господствовать И поэтому Без них Ни крестьяне Не могли Нормально Хозяйствовать У них Все Поотрезали Эти помещики Говорят Так Вы Освободайтесь Да Вот Раньше Вы У меня Вот Тут На Этой Всей Земле Вот Теперь Вот Столько Вам Земли Свободны Вот Свобода Что Хотите То И Делайте И Отрезали Им Так Что Они Не могли Нормально Хозяйств А Если Я Капиталист Я Пришел Хочу Построить Завод Можем Мне Построить Завод Деньги Давай Моя Земля На Моей Земле Хочется Строить Деньги Интересные Люди Капиталисты Называется У вас Вообще Все На Часагане Построено А Я Теперь Тоже Современный Стал Вы Хотите Построить На Моей Земле Платите Что Это Как У вас Называется Это У Капиталистов Рента Земельная Будьте Добры Земельную Ренту Платите Вы Ее Потом Вложите В Цену Своего Товара А Денежки Дадите Мне Поэтому Маркс Заказал И Объяснил То Что Сейчас Многие Не Понимают Что Частная Собственность На Землю Задерживает Развитие Капитализма И Национализация Земли То Передача Собственности На Землю На Это Важнейшее Средство Производства В руки Буржуазии Национализация Государство Какое Сейчас Может Сделать Национализацию Буржуазную Правильно Вот Если Сейчас Взять Землю Передать В руки Буржуазии Вот Эти Паразиты Они В буквальном Смысле Паразиты Ничего Не создают Просто Я Как Вы Не Можете Узнать Как У меня Оказалось Столько Много Земли Да Вот Эти люди Обладатели Участков Земли Они Получатели Ренты Землевладельцы Они Задерживают Развитие А Если Будет Земля Государственная То Вы На ней Без Того Чтобы Платить За Такую Бешеную Ренту Будете Хозяйствовать У вас Издержки Производства Будут Меньше А Следовательная Цена Будет Ниже Вы Будете Успешно Торговать А Прибыль Будет Больше То есть Вы Можете Получать Большую Прибыль При Той Жи Цене Правильно Издержки Меньше Цена Тоже Раз И у вас Выросла Прибавочная Стоимость Поэтому Товарищи Безграмотные У нас Капиталисты Сплошь Рядом Безграмотные В области Экономики Капиталисты Взяли Вы Прочитали Капитал Маркса Сказал Вот Маркс Написал Книгу Капитал Кто Должен Читать Капитал Ну я понимаю Энгельс Написал Положение Рабочего Класса В Англии Непонятно Кому Читать Или Рабочим Читать Или Капиталистам Чтобы Знать Какое Положение При Капиталистах У Рабочих А тут Прямо Написано Капитал Или Ленин Написал Книгу Развития Капитализма В России Кому Читать Ну кому Капиталистам Прежде всего Капиталисты Сейчас Сдают Капитал А вот как вы думаете Сколько стоит Книжечка Капитал Сказать 2500 Буква Еди А в старой книге Можете купить Еще по дешевке 2500 Красивое Издание Иногда Такую книгу Так Капитал Открываешь Оттуда Можно Деньги Складывать Потом Закрываешь Мне Такую Книгу Подарили Говорит Ты Капитал Обычный Читал Все Такое Вот это Действительно Капитал Дернешь Зверевочку Откроется И там Денежки Лежат Красота Не Ну можно И прочитать Так что Капиталисты Издают Но если я Капиталист Я думаю Знать Как вам Сэрплотировать Если вы Рабочий Как вы Думаете Если я Просвещенный Капиталист Потом Чего Затеваете Против Капиталистов Тоже Знать Я должен Как Ты должен Вырабатывать Меры Или нет Или я должен Сидеть Как лопух У нас Государство Есть А нас Должно Подавлять Своих Противников А как Я их буду Подавлять Если я Не знаю Что они Будут Делать Знание Сила Поэтому Скажем Произведения Ну такие Глубокие Серьезные Они Зависит от Еще Использование Использование Зависитов Каких Они Рук А Читать Им Всегда Полезно Можно Подумать Что Гегель Он Вообще Не Материалист А Изучение Материалист Очень Полезно Как И Идеалист Тоже Только Выиграть От Него Поэтому Ленин Не Случайно Говорил Что Умный Идеалист Лучше Глупого Материалиста Поэтому Об этом Думать Итак Что Мы Получили Что До Февраля 17 Года У Нас Была Формация Феодальная Но В ней Развивался Уже Капитализм Потом У нас До Октября 17 Года Какая Была Формация С февраля По Октябрь Какая Чего Какая Трудность Тут Какая Трудность Буржуазная Формация Капиталистическая Байс Капиталистическая Настройка Капиталистическая Но Эта Буржуазия Наша Трусливая Российская Она Не Отобрала Землю Феодалов Ну Что Ты Ей Можете Доделать Вот Французская Буржуазия Она Раз Раз Землю Забрала А тут Никак Вот Чилийская Буржуазия Она Тоже Ждала Когда Альен Отберет Землю Всю У Феодалов Как Только Он Отобрал У Феодалов Всю Землю То Закончилась Буржуазная Революция Тогда Этого Альен Убили И Установили Фашизм В Чили Поэтому Вот Не Всякие Буржуазные Правительства Так Вот Революционно Действуют Как Надо Бы Действовать Революционную Эпоху Поэтому Примером У нас Является Французская Буржуазия У нас Даже Есть Улица Марата У нас Даже Была Набежная Робеспера Но Наш Губернатор Решил Что Ну Что Робеспер Вроде Если Он Губернатор Сейчас Буржуазное Время Надо Уважать Буржуазных Революционеров Если Я Был Губернатор Я Уважал А Он Взял Робеспера Выкинул И Написал Воскресенская Набежная Чтобы Вы Знали Что Там Была Воскресенская Церковь Что Все Меньше И меньше Церковь Отделяется От государства Хотя Это Был Один Из Важнейших Принцев Отделения Церкви От государства Что Хотите Как Вы Хотите Религию Только Не Тащите Это Дело Сюда Где Решаются Государственные Дела И Школа От Церкви Вот Школа Пусть Люди Знания Получают А Дальше Как Хотите Там Водите В церковь Если Родители Хотят Пожалуйста Никому Не Запрещайте Любую Причем А Если Вы Будете Ходить Только В Православные Храмы А Мы Если Мы Евреи Скажем А чего Вы Не Пошли В В Синагогу А Исламисты Скажут А почему Не Пришли Мечеть А Буддисты Они Вообще Обидятся Только Кришнаиты Не Обидятся Они Такие Веселые И Они Все Время Пляшут И Кришна И Все И Им Плевать А Может Не Плевать Я Не Знаю Как Они Отнесутся Если Вот Так Все Религии Будут Уважать А Их Нет Зачем Это Свалку Это Делать И Вы Знаете Чем Ближе Приближается Религия И Государство Тем Больше Терроризм Вы Видели Это Вот Чтобы Так Боролись С Атеистами Да Никому Не Нужны Эти Атеисты Вот Я Атеист Меня Никто Не Зрогает А Вот Вы Скажете Что Вы Не Исламист На Вас Исламист А Вы За Христа Скажете У Вас Другой Бог Самая Страшная Вражда Я Говорю Истинный Бог Этот А Вы Истинный Бог Не Этот Нет Мой Бог Волей Истинный Вот У У Меня Что В Рюкзаке Сейчас Я вам покажу Не выйдите Отсюда Пока Не скажете Что Истинный Бог У Нас Пророк Мухаммед А Взяли Картинки Стали Против Пророка Мухаммеда Рисовать Додумались До этого У нас В России Такую Глупость Никто Не Сделал В Многонациональной Стране Я Узнал Что У Вас Вы Любите Мухаммеда И Нас И Нас Говорят Ваш Мухаммед Дурок Такой Придурок Идет Вы Достали Пистолет И Меня Застрелили Это Удивительно Я Считаю Что Не Удивительно И Вот Так Мало Того После Того Как Были Террористические Акты Вполне Естественно Возвращенные Этими Карикатурами На Пророка Мухаммеда Главы Государства Взяли За руки И Наездили Сюда Я Хебду Ага Вы Тоже Против Ну Тогда Ждите Вам Ирак Думали Что Только Французы Вот Такую Глупость Сделали Хорошо Вам Везде Такой А Франция Между прочим Отделила Церковь От государства Франция Прогрессивная У нас Нынешняя Буржуазия Действительно Загнивающая И Вроде Давно Ленин Писал Но Правильно Говорил Что Империализм Умирающий Загнивающий Капитализм Ну Гниет Что Вы Таскаетесь С Религиозным Ну Если Люди Фантазируют Пусть Фантазируют Но Это Не Дело Государства И Не Дело Школы У нас Книги Люди Не Успевают Написать А Если Будут Молиться Они Тем Более Как Сказать Как Книга Думаю Что Может Бог Мне Дарует Мою Книгу Утром Встан А Уже Текст Готовый Остается Только Файл Есть Только Распечатайте Все И Неси Может И Так Будет Верите В Не Верите Он Не Верит В В Уже Не Верите В Бога Ну Ладно У нас Не Христианский Университет А то Б Я Вам Показал А у Нас Есть ХГА Христианский Гуманитарный Университет Давайте Туда Пойдем Там По Другому Мы Сами Поговорили Но Меня Туда Тоже Ну Звали Чтобы Там Я Курс Маркфизма Прочитал Заведующий Кафтин Мне Предложил Даже Программу Я Написал Говорит Им Тоже Надо Знать Знаю Я Курс Написал Я Посмотрю Обойдемся Чаша Миновалась Значит Добрались Мы До Октябрьской Революции Так А потом Опять Непонятно Какая Формация Значит Власть Какая Диктатура Пролетаря Установлена 7 Ноября 25 Октября По второму А экономика Какая Какая Экономика Была В декабре 17 Года Скажите Пожалуйста А Ну Здравствуйте Ну Что Вы Как Что Вы Говорите Как Никакой Для вас Если Не Социалистическая Экономика Это Никакой Это У вас Какой Неглубокий Такой Подход Буржуазная Была Экономика Ну Мало Ли Там Где-то В Петрограде Кто-то Взял Власть Но Нам-то Какое Дело Если Я Капиталист А как Был Капиталист Так И Остаюсь А если Я Крестьяне Так Я Крестьяне Что Случилось В экономике Ничего Не Случилось В экономике Случилось Только Одно Землю Крестьянам Дали Это Нормально Это Это Какой Строй Если Землю Раздать По Идохам Ну Это Для развития Капитализма Деревня Хорошо Правильно Это Это Не Общественное Собственность Надо Всю Землю Обобществить Но Земля Была Национализирована В Соответствии С Крестьянскими Наказами А Национализация Это Было Буржуазное Но Поскольку Государство Уже Рабочего Класса Уже Не Совсем Буржуазное Земля Принадлежит Государству Тебе Рабочего Класса Это Рабочий Класс Как бы Выделил Землю Бессрочное Безвозмездное Пользование Крестьянам А крестьяне Что стали делать Развивать Капитализм Который К 28 Году Созрел Полностью И в 28 Году Было Столько Кулаков То есть Сельских Буржуаз Сколько Было До Начала Деления Земли По Идокам А в Городах Ну Национализация Когда Прошла Разве Она Прошла В Декабре Я Спрашиваю Про Декабрьскую Экономику Семнадцатого Года Я Так Спрашиваю Как будто Мы у нас Япония Так Отвечают Я Спрашиваю Когда Была Национализация В Японии Это Наша Страна А то Иностранцы Понят Значит Спрашивают Скажите Мы Ничего Не Знаем Мы Сами Мы Не Местные Как Мы Должны Знать В декабре Семнадцатого Года Экономика Была Такая Какая Была До этого Капиталистическая И в январе Была Капиталистическая Восемнадцатого Года Пока Не наступила Национализация А когда Наступила Национализация Вот тогда Образовалась Такая Картина Союзистической Началось Строительство Коммунистического Уклада Появился Маленький Коммунистический Уклад Это те предприятия, которые прямо по заданию государства планомерно действуют в общественных интересах. И плана нет. И государства, и предприятий еще таких нет, которые начали делать. Только-только начало. Становление. Мы и становление с вами изучали. Это единство бытия и ничто. Поэтому появился коммунистический уклад. А еще кроме него большой частно-хозяйственный уклад. Не все же национализировали. Это немыслимо все национализировать. Крупнейшие предприятия. Дальше. Госкапитализм. Это значит национализированные предприятия. Вот сейчас все ваши предприятия я национализировал. И что дальше? Ничего дальше. Ничего не могу делать. Потому что нет еще рычагов. Ни плана нету. Когда план ГЛРО такой был? В 20-м году были. Создали план ГЛРО. А это 18-й год. Поэтому в этом самом национализированном секторе все по-прежнему было как и раньше. Хозяйство или как и раньше. Но прибыль теперь кому принадлежит? Вот. Прибыль теперь принадлежит кому? Государству. Какое государство? Пролетарское? Рабочего класса. Вот оно и сдайте ему. А как хотеть так и хозяйство? Прибыль только сдайте нам еще. А как хотеть? Ну как? Где я брал сырье, там и беру. Покупал. Где продавал продукцию, там и продаю. А прибыль? Ну, уже государство смотрит за тем, что вы не разбазарили. Просто прибыль. Отдайте прибыль. А как сделать так, чтобы прибыль сильно много не отдавать? Что нужно сделать? Зарплату надо повышать себе и рабочим своего завода. Тогда будет прибыли меньше, а затратные и издержки производства больше. Так сейчас и делают Роснефть. Она вот членом правления 20, думает, а что они все заломили там 24 миллиона членом правления? Это же как бы затрата на заплату. Это вы так себя мелко оцениваете, а они себя оценивают глубоко. Я представляю, я себя оцениваю не в 24 миллиона, а в 240 миллионов оцениваю. Но никто мне такую работу не дает только. Говорят, ну вы даете. Ну ладно, на меньше я не соглашаюсь и все. Я вот не знаю, сколько у руководителей. Это только членом правления столько. Вот они себя устанавливают, это и издержки остальные. То есть так же, как вот у нас сейчас, у нас 70% государственных секторов, только государство сейчас грушатное. А было и рабочего, какая разница? Экономика даже. Тоже плавают как отдельные предприятия в рыночном море и никакого плана нет. У нас закон есть о стратегическом планировании в России. Закон есть, а стратегического плана нет. А закон есть, а плана нет. И никому это не мешает. Хорошо, и закон есть, и с плана никого нет. Никуда не направляют. Поэтому и темпы роста у нас 0,8%. И у зарплата у нас 92,5% от 2013 года падает. И доходы у нас 90,5%. Вы сюда в эту группу попадаете, у вас не зарплата, у вас стипендия. 90,5% от 2013 года. Вы как бы держите одни и те же денежки, так сказать, свою стипендию. Они ставят на глазах, потому что речь идет о реальном содержании. Но все же знают, как с ростом цен на эти денежки купить можно все меньше и меньше и меньше. И планирует наш дорогой Центробанк где-то не меньше так вот держать 4%, чтобы уж 4% с вашей стипендией снять точно за год. Не 14, а 4. Уже вы должны радоваться просто несказанно. Просто бегать кругами и хлопать в ладоши за то, что 4% вас будут собирать. А нельзя не собирать, если производительность у заросит. Можно, но мы это делать не будем. А с кого еще взять? С вас, с пенсионеров взять. Ну, не с миллиардеров же брать. Так они недовольны будут, а вы вроде как и довольны. Вообще вы в свободное время живете, что еще, деньги вам дать? Скажите, слишком много хотите, деньги еще им дают. В свободное время живут, развиваются и хотят деньги получить. Или одно из двух, или деньги, или развиваться. поэтому начался переходный период после национализации. Переходный период и после взятия власти переходный период. Власть еще социалистическая, экономика буржуазная. И строительство этой экономики, коммунистической, растянулось на 18 лет, до середины 30-х годов. Вот когда коллективизация прошла из сельского хозяйства, и когда уже по плану и пятилетние были планы, и годовые планы, и все направлялось в общественных интересах, то экономика, которая направляет производство в общественных интересах, какую уже имеет собственность? Общественную. Потому что общественная собственность не в названиях выражается, что это предприятие общественной собственности. А в факте, что фактически в общественных интересах действует вся экономика. Значит, это получилось только, и все остальные уклады, соревнования не выдержали с этим укладом коммунистическим, потому что он наш ширился, ширился, ширился. Но вот если мы будем в коммунистическом укладе производить продукцию лучше и дешевле, вы где будете покупать? У нас и купите. Кто пойдет участника покупать? Частник закрылся сам, не надо его преследовать. Такого вот безобразия, как сейчас, берут, закрывают этих мелких бизнес. Зачем вы его закрываете? Он сам закроется. Вы пустите, лучше и дешевле. Он закроется. Нет, вы лучше и дешевле не можете сделать, а закрыть можете. Молодцы. Я вот, вы что-то делали, хорошее, я пришел, говорит, что вы тут делаете? А вот это дело, закрыть. А я бы, я бы стал, бы рядом сказал, а я вот еще дешевле делаю и лучше, так вы бы сами закрыли. Нет, это у меня надо работать. А так я раз, солнце закрыли. То в Москве закроют какие-то ларьки, то в нас распилят. Такого не было в переходный период от капитализма к коммунизму. Наоборот, троих можете рабочих иметь, наемных, вперед, наоборот. Пожалуйста, ну у вас уже три, а на государственном пределении уже 300 или 3000. И там машины, а вы вручную. Ну понятно, что вы какое-то время. Значит, а те, кто, в тех секторах, которые, скажем, в производстве картофеля, овощей, там мяса, не сумели наладить механизацию необходимую? Идите на колхозный рынок. На колхозном рынке там цена в два с половиной раза дороже, чем в государственном магазине. Но там качество лучше. То есть вполне понятно. Не просто ведь надо захватить или силой заставить. Вы, пожалуйста, боритесь, конкурируйте. И до коля у нас было становление коммунизма. До середины 30-х годов. Вот с середины 30-х годов он был. У нас формация была коммунистическая. И до коля. До 61-го года. В 1961 году государство объявило, что оно не партия, как правящая партия, объявило, что у нас все, диктатура пролетариата не нужна. Но раз не нужна, то грамотные люди знают, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. Как писал Ленин. Тот, кто этого не понимает, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуны, его на собрание пускать стыдно. И с 1961 года до 90-го года, до 91-го, был переходный период от чего? От коммунизма к капитализму. Я даже специально у Пучкова записал такой разведопрос. Геалектика перехода от коммунизма к капитализму. Можете посмотреть, кто хочет. Опер.ру Есть вопросы ко мне? Я чувствую, вы нас своими книгами задумались. Я уже чувствую, что уже пишут. Пишут так, пишут, название думают, обдумают. Тогда не буду вам мешать. Все, пожалуйста. А то вы сейчас будете кушать и будете думать про книгу. А это хорошо будет. Так. Рисперпро. Рисперпро.рис. 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 Продолжение следует...